Ростов без наркотиков 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 А также помогают нам различные мировые звезды в спорте, такие как Самургашев, Николай Спинев, олимпийский чемпион по гребле. И тоже участвуют во всех наших мероприятиях. Также показан в фильме то, что наши достижения, это женский наш реабилитационный центр. С помощью волонтеров Института ЮФУ создали спектакль «Азорь здесь тихий», где именно играют ролики. Мы подарили эту единицу, именно это. Да, именно это. И без всяких суфлеров, без шпаргалок они выучили роли, около полгода проходили репетиции. И мы поставили уже этот спектакль, и уже четыре раза даже людям показали. Первый раз для ветеранов мы в лицее 103-м в Ростове показали, потом в доме офицеров там уже 100 было человек. И показали в доме престарелых в Александровке, там около 200 было зрителей. И в интернате для сына отсталых тоже показали, тоже им понравилось. Это на самом деле реально, это на самом деле все действует. Мы тебе поможем во всем. Только было бы твое желание, самое главное, и покаяние. Работа там какая есть? Работа есть, конечно. Ребята трудятся своими руками, делают, например, если ты плотник, ты будешь плотничать. Если ты каменщик, будешь помогать каменщикам работать. Если ты... В первое время от тебя ничего не будет требоваться. В первое время ты не будешь, знаешь, в распорядке дня. Ты будешь отходить, ты будешь приходить в себя и все остальное. А потом уже войдешь в порядок и будешь помогать. Чем ты можешь? Вот, только уже трезвым. Вот перед тобой проект лежит. Можешь взять его себе. Да, возьми. Вот сейчас мы строим большой реабилитационный центр. Вот, имени Макаренко Семеновича. Мы решили это сделать. И вот там сейчас на данный момент очень тоже требуются рабочие руки. В каком городе у нас? Батайск. Это Батайск. В мотаре рядом. Это близко даже, чем Росток. Совершенно верно. Да, на данный момент там жилой плацкартный вагон. Ребята живут. Зима в мастерии. Зима вагон. Тоже заберите одну программу. В баре у нас тоже находится. Так что, в принципе, если есть желание, если есть возможность, можно и там находиться, и строить. И не просто, допустим, проходить реабилитацию, а вот проходя реабилитацию, еще что-то хорошее для кого-то сделать. Потому что много людей нуждаются в поддержке, в помощи. Почему мы его начали строить? Потому что в тех реабилитационных центрах, которые у нас есть, у нас мест уже нет в тех домах арендованных, которые есть. Поэтому вот решили еще строить большой центр с подворьем, чтобы были и животные, и курицы, и свиньи, и так далее. Вот парень рядом с тобой сидит. Вот Сальска, там отлично. Вот он уже с нами, сколько времени находится, проходит реабилитацию, помогает уже один из старших братьев. Трудотерапия великое дело. Вот Александр, когда храм строился, да, был востребован в строительстве храма, он три месяца мог спокойно не выпивать там, не чем-то другим заниматься. Да, и возможно, даже может быть достаточно консультаций, молебно, то есть пока подходит, то есть его желание. Ну если можно, они вдвоем с Николаем. Да, останутся и пообщаются. Ну конечно, для этого мы и собрали. Спасибо.